Всем привет! С вами Фанатик. Это игра Вурм Онлайн. И наиграв уже более 500 часов, я решил записать еще один обзорчик по этой игре. Собственно, если у вас нет хотя бы 4 часа в день, чтобы поиграть в нее, можете пропускать это видео и дальше не смотреть, потому что смысла это не имеет. Тут надо проводить очень много времени. Игра такая достаточно медитативная и все приближено максимально к реальности. Собственно, в игре очень много всего. Она дико глубокая. Вот открыл я умения. Есть умения персонажа, такие как сила, стамина, контрол. Сила от силы зависит, собственно, на то, сколько вы можете переносить веса. И не только. Тяжелые вещи вы сможете поднимать только, когда у вас много будет сил. Например, те же самые ящики загружать в корабль, либо в тележку. Вы сможете только, когда у вас станет 20 силы, а прокачиваются эти параметры очень и очень и очень медленно. Соответственно, стамина больше выносливости, как следует из названия. Соответственно, больше действий вы можете подряд совершить, пока не надо вам перевести дух. И контрол. Контрол идет для того, чтобы можно было управлять всякими транспортными средствами. То бишь, чтобы плавать на корабле, надо 21,3, по-моему, на карбите контрола. Ну и чем выше транспорт, чем лучше, тем больше, соответственно, этого параметра нужно, чтобы управлять этим безобразием. Безобразием. Далее идет логика. Логика отвечает у нас за параметры, сколько действий можно в крафте совершить. Ну то бишь, либо в копке. Вот сейчас у меня три действия. Когда будет более определенного количества логики, я смогу 4, 5, ну и так далее действий совершать. Ну и скорость, соответственно, чем быстрее это все совершается. Сила и глубина души это для священников. Я, собственно, сейчас священник Фо. Тут есть 4 бога. Магранон, Лебила, Вайнора и Фо. Собственно, одна темная богиня, получается и 3 светлых бога. Темная богиня в основном подходит под ПВП, там всяких зомбачков вызывать, землю портить, всякие бафы на урон делать. Фо подходит для фермеров в основном. У него там всякие бусты идут на фермерство, на сбор, на животноводство и все в этом духе. На всякие действия, которые связаны с природой. Плюс, бог Фо запрещает рубить лес своим священникам. Есть два вида. Есть последователи, есть священники. Священникам дается великая сила, ну и, соответственно, много штрафов они получают. Им запрещает бог то или иное действие совершать. Самое основное из этого это улучшать вещи нельзя. А без этого в этой игре, в принципе, вообще никак. То есть, в одного священникам играть никак не получится, но зато приобретается очень много всякого полезного. У каждого бога своя направленность. Например, священник Фо может выращивать кусты и деревья и очищать от сорняков поля. То есть, установится, колдует. Вот, например, на поле становится. Выбираю, получается, я символ веры. Спелл и вот список действий, которые я могу совершить. Вот, Вилд Грофс я делаю. И он очищает в радиусе определенном от сорняков посевы. А деревья укрепляют корни, деревья растут. Меняют стадию роста. Так можно формить ростки с помощью этого заклинания. А потом высаживать, соответственно, из этих ростков деревья. Ну, либо продавать. Здесь очень живая торговля. В Урманлайне можно продать, в принципе, практически все. Вот, видите? От сорняков очистилось. Стали ровненькие. Здесь вот они в разброс, а здесь ровненькие стали посевы. Собственно, есть такое же заклинание дождик. Можно чистить животных этим дождем. Так их надо чистить щеткой. А то они, если не чищены, они начинают болеть. И потом, соответственно, умирают достаточно быстро. А так ты их дождичком колданул по площади. Все животные почистились. А те, которых можно подоить, у них еще и таймер молочности. Или как правильно? Короче, доить их можно по второму кругу после этого заклинания. Очень полезно для молочников. Можно быстро прокачать. Кстати, этим и занимался и продавал достаточно успешно молоко. У меня здесь много животных. Я разводил. Соответственно, молоко доил с овечек. У меня вон там бизончиков уже целая куча. И коровок. Все это молоко потом продавал. Молоко идет там много на что. На производство сыров, на производство сливок, на производство масла. Масло идет много куда на всякие рецепты. Кстати, насчет кулинарии. Здесь на кулинарии есть выпечка, есть горячая готовка. Соответственно, на печке с помощью всяких приспособлений. Типа там котлы, сковородки, камни для запекания. Причем камни для запекания из мрамора только делаются. Вот тут есть аппарат для дистилляции алкоголя. Сначала их в бочки винные закидываешь. Нет, сначала идешь собираешь. Лишь в сезон получается урожай. Например, вишню или лимон. Насчет сезонов, кстати. Тут сезонность очень классная. Не просто так там меняется картинка. А это очень даже важный аспект. Зимой, например, можно собрать только лишь снег. И только лишь, соответственно, орехи кедровые. Ну, с елочек. А летом можно собрать очень много всего. Начиная от вишни и заканчивая там виноградом, лимонами, апельсинами, черникой, оливками. Чего там только нет. И это все не просто так нужно. Не только на кулинарии. Можно использовать на ухимию. Можно использовать много куда. Собственно, вернемся к тому, что собрали, например, вишенку. Закинули в винный погреб. Это все сначала надавили, естественно, сок, а потом этот сок смешали, закинули в винные бочки. Оно там дефрагментировалось. И потом это все на вот этом вот агрегате в алкоголь переработали. Алкоголь отличная тема. Повышает характеристики в бою и, соответственно, восстанавливает выносливость. По выносливость по-другому. Ну, с помощью заклинания еще можно. А так очень важный показатель. Когда заканчивается выносливость, соответственно, у вас параметры боевые падают до нуля. И вас монстры разбирают. Кстати, насчет боя здесь. Поначалу бой вообще непонятно, как работает. Очень неудобно. Он там замахивается, помахивает. А потом, когда разбираешься, очень интересно. На самом деле, такой бой можно атаковать с разных ракурсов. Можно блокировать с разных ракурсов. Соответственно, чтобы более-менее сражаться, надо сначала прокачать навыки. По-первых, вы без шмота и без навыков даже обычного котяру, даже же курица, наверное, вас запинает. Просто вы не сможете победить. А потом, когда прокачивается уже бой, открываются всякие возможности. Типа агро, типа там ударов щитом, если вы со щитом сражаетесь. Есть там разные виды брони. От легкой, там средней и тяжелой. Там кольчуга, латы, легкая броня и кожанка. И у каждой брони свои показатели. Соответственно, каждый защищает от своего типа урона. И каждая имеет определенную защиту именно в процентах. Ну и естественно, качество брони влияет на этот параметр. Соответственно, там 10-го качества это никакое, можно сказать, в иголой. А чем выше качество поднимается, тем, соответственно, больше брони это дает. По навыкам что еще? По сезонам сказал. Есть у нас весна, лето, осень и зима. 4 сезона. Они сменяются. Получается 12 месяцев. И этот один месяц равняется 3,5 реальных дней. То есть, можно разводить животных. Скрещиваете, например, одного вида самку и самца. И потом через, ну, от 3 до где-то 10-11 дней реальных. Она беременна. Потом рожает вам молоденького жеребенка. Или, например, молоденькую овечку какую-нибудь. Или цыпленка. Или еще кого-нибудь в таком духе. При родах может умереть животинка. Соответственно, не разродиться. Все как в жизни, собственно. Все максимально приближено. Очень, очень и очень тут интересно. Есть медитации. Собственно, можно медитировать и встать на один из пяти путей развития. Пути развития сами, что ни на есть, разнообразные. Начиная от пути любви, безумия, знания, сила, ненависть. У каждого пути свои, там, параметры есть. Там, например, вот у меня путь любви. Я могу восстанавливать себе сытость и воду параметры, да. И насыщенность едой могу восполнять. Потом на седьмом уровне открывается, там, зачарованная трава, которую не выедают животные. Вот у меня сейчас выели и вытоптали животные. Тут полностью все загоны. А так, зачаровал траву, и они, собственно, ее не обгладывают. Это очень даже классно. Мне надо постоянно возиться, подсаживать им, косить траву, подсаживать им новую. Ну, либо кидать им, чтобы они с земли ели. Ну, и не с земли, а именно из стога сена. Что еще из интересного? Про кулинарию. В кулинарии очень много интересных рецептов. Например, даже вот на примере базового хлеба, надо сначала найти по фуражированиям, в травушке полазить, поискать. Найти какие-нибудь злаки. Соответственно, потом их высадить на огородах и следить за огородами от сорняков, их очищать каждый день. Растет примерно от 3 до 5 дней урожай. Ну, и, соответственно, чем выше навык фермера, тем больше урожая вы собираете с одной клетки. Собираете потом эти злаки, берете, делаете из камня мельницу, молите вручную это все дело на муку. Потом из муки с добавлением там различная мука, можно там с водой, можно там с молоком и с яйцами различные. Там рецепты есть. Делать смеси под всякие кексы. Ну, на примере хлеба просто, самое простое, это воду смешиваете с мукой, получается тесто. Тесто уже запекаете, разжигаете печку, заложите там в бейкинг-стон какой-нибудь, да, и запекаете его. Получается хлеб. Потом из этого хлеба можно взять ножичек, нарезать и добавить, например, сырочек или получить сырный тост, к примеру, да. Или нарезанные вот эти кусочки можно сделать сэндвич, там пожарить еще мясо, положить мяска, положить там салатику, помидорчики, огурчиков, вот этого вот всего. Кетчупа можно там кетчуп сделать, можно майонезику. Ну, всякие очень интересные рецепты можно прям по кулинарии залипнуть. Еда тут дает много всего интересного. Собственно, вот есть 4 параметра, которые влияют протеины, жиры, калории и карбс, не знаю, как это переводится. Собственно, каждый из этих параметров дает свои вещи. Калории снижают потребление пищи, карбс снижают потребление воды, жиры, по-моему, увеличивают, нет, не увеличивают, снижают, собственно, слеп бонус, чтобы меньше тратился. Потребление слеп бонуса. Ну и для кастеров увеличивает регенерацию веры. Ну, это та же самая мана вера. Собственно, на кроватях можно спать, и слеп бонус вот этот накапливается, его можно включать, отключать. С ним, соответственно, прокачиваются умения в 2 раза быстрее. Также еще еда дает различные бафы. У каждого персонажа эти бафы свои. То есть, у двух различных персонажей одна и та же еда дает разные параметры. Еда дает, получается, 10% к скорости прокачки определенного там умения, когда вот баф висит. Есть, опять же, мировые бафы. Вот сейчас проведен ритуал Вайнора у нас на сервере. И ритуал Фо, который дает определенные параметры. Вот тут растут цветы и трава, ну и злаки всякие на огородах там всякие. Урожай растет быстрее. А Вайноры дает скорость передвижения на лодках. Ну и, соответственно, последователи этой веры могут помолиться своему богу. И, соответственно, получат 5 часов еще дополнительно слеп бонуса. И можно прокачивать умения достаточно быстро с помощью этого. Там с жрецами очень сложно на самом деле. Молиться можно раз в 20 минут и всего лишь 5 раз в день. Соответственно, поначалу достаточно быстро идет, а потом уже добавляется буквально ничего. Там копейки какие-то капают. То есть, очень долго прокачивать веру. Ну, если у вас большое поселение и много последователей, и можно, в принципе, проводить проповеди. И тогда у вас обновляется счетчик молитв. И можно молиться еще 5 раз, еще 5 раз. Ну, сколько там у вас будет онлайн, соответственно. Ну, там паук прибежал, да? Ну, там стражники есть, они отпинают. Что еще я не сказал? Ну, тут много разных умений. И самое интересное я, в принципе, рассказал, показал. Крафтится здесь все достаточно интересно. Вот, например, та же самая телега. Крафтится сначала колесо. Потом к этому колесу приделывается палка. Потом к этому колесу с палкой прикручивается еще одно колесо. Потом, соответственно, еще телега отдельно крафтится. Это все соединяется, объединяется в телегу и запрягаются туда, соответственно, коняшки. Но это в большую телегу. В маленькую вы таскаете сами за собой. Соответственно, вам тоже желательно параметры персонажа иметь повыше. Ну, и, в общем-то, вот такой вот получился обзорчик. Что еще хочу сказать про игру? Ну, графика, конечно, уже достаточно устаревшая. Игра 2006 года. Собственно, графика не блещет. Анимациями тоже не особо. Некоторые анимации прям вообще топорные. Смотрится ужасно. Меня некоторые прям напрягают. Например, езда на животных, на лошади, еще на каком-то на тех же самых кораблях плавать. Тоже он просто сверху модельку поставили, и она над ним летает. Ну, смотрится это ужасно. Ну, сейчас разработчики, так как у них приток денег пошел, они открыли же на стимовские сервера. Да, вот этот кластер сейчас стимовский. И начали усердно разрабатывать там новые фичи, анимации делать. Потихонечку развивают далее игру. То есть игра на месте не стоит. Что-то новое постоянно добавляется и обновляется. Тут и так на много всего. Можно прям тут целыми днями залипать, не вылазить из этой игры. Но сам геймплей такой, он медитативный. Не особо-то для тех, кто, блин, любит экшон. Экшона здесь, в принципе, как такового нет. Есть там, да, на пвп серверах. Хардкорненько играть. А на пвешках, ну, такой достаточно плавненький, равномерный. Придется совершать много однотипных действий. Ну, например, копать шахту. Копать шахту, чтобы вы понимали, 50 ударов, чтобы один тайл разбить. Надо сделать. А поначалу, когда у вас нет хорошего инструмента и прокачанного навыка, это, ой, как медленно, по 30 секунд минимум каждый удар. Соответственно, считайте, сколько это времени, чтобы разбить один блок. А копать придется много. Навык растет не то, чтобы прям быстро. Здесь можно будет находить всякие различные руды, начиная от железа, самый основной, который вам по-любому понадобится, чтобы развиваться. И заканчивая там всяким мрамором, золотом, серебром. Соответственно, для каждой руды нужен определенный навык, навык, чтобы качество руды получалось. Если навыка не хватает, качество руды будет добываемой первым, пятым, десятым. Очень маленьким. Соответственно, чтобы скрафтить высокоуровневые вещи, нужно качество исходного материала, соответственно, высокое. Что еще я не сказал? Еще насчет игры. А на премиум надо проплачивать. Первый месяц... То есть, первый раз проплачиваете, если у них в магазине брать первые два месяца за 700 рублей, а потом каждый месяц тоже 700 рублей обходится. Это не сказал бы, что прямо мало. Но за два месяца можно развиться до того уровня. Я уже говорил, что здесь живая торговля. Продать можно практически все, что угодно. Соответственно, заработать за два месяца вы себе сможете вполне себе, если активно будете играть. Даже не на два, а, блин, месяцев на шесть спокойно. Ну, то есть, потом особо не напрягаться. На стартах серверов, конечно, лучше прям подфармить и подзаработать деньжат, чтобы потом проплатить там на пару лет себе поселение. Соответственно, и жить не тужить. Тут аренда земли идет, надо проплачивать землю, чтобы на вашей земле, как бы, а самое основное, что портятся предметы очень медленно. Если, например, день быть в полях, жить, то предметы достаточно быстро разлагаются. А так, очень-очень долго, пока проплачено поселение, может все это дело жить, не тужить и не сломается. Ну, вы быстрее забросите игру, чем у вас может что-то испортиться. Соответственно, можно покупать премиум за игровые, за серебро, да, за то же самое. Тут есть вот, начиная с железа, потом идет медь, потом идет серебро, потом идет золото. Вот четыре, ну, такие основные монеты, за которые все тут торги производятся. Торг производится из рук в руки, либо с помощью вот такого замечательной почты. Строится сначала почта, а потом с помощью заклинания жильцы сюда духов заселяют почтовых, и с помощью этих духов можно торговать. Соответственно, там берется плата еще за отправку, по-моему, по медику за каждое письмо, либо за возврат, чтобы забрать назад, тоже берется немножечко деньжат. Вот так вот. Ну и игра, естественно, английский. Английский клиент, русская комьюнити, достаточно маленькая, хотя вот уже Russian Help чатик добавили, можно спросить, узнать, что, как, почему, и от чего, конечно, иногда троллят, но иногда подсказывают, если вы умеете читать вполне себе. Тут каждого действия, у каждого предмета можно вот так вот клацнуть, и вас выкинет на Википедию по этой игре. Соответственно, там с помощью переводчика любое сообщение можно скопировать, и в браузер, либо в переводчик вставить. В принципе, также можно с англоязычными игроками тоже вполне себе общаться. Не очень это удобно, но приспособиться можно. Ну, в общем-то, все, что я хотел сказать про эту игру. Всем спасибо за просмотры, лайки и комментарии. Всего хорошего, и до новых встреч!